Здравствуйте! Рад вас приветствовать на конференции Яндекс.Кл. Особенно рад вас приветствовать на докладе про VDB. И сегодня я вам расскажу, какие у нас интересные новости, апдейты произошли за год. Это в том числе платформа VDB, как она развивается, про Data Warehouse, про оптимизацию, про варианты поставки, гибридной поставки, on-prem и, соответственно, в облаке. Давайте сначала несколько слов про платформу VDB, напомню, что она собой представляет. Я бы разбил на четыре части, четыре такие кейса. Это, в первую очередь, сервисы Яндекс.Облако. Это такие сервисы, как управляемый сервис в VDB. Это сервис Яндекс.Клири для того, чтобы обрабатывать большие данные над различными источниками, в первую очередь S3, но также поддерживается ряд других источников, таких как ClickHouse, Postgres, MySQL, Greenplum, SQL Server и некоторые другие. У нас есть набор очередей. Это Яндекс.Дейта.Стримс и Яндекс.Месседж.Кью. Соответственно, это очереди во многом такие, представляют собой понятия, как топики, аналог Apache Kafka. Мы поддерживаем протокол AWS Kinesis и Apache Kafka. И в том числе Яндекс.Месседж.Кью совместим с Amazon SimpleQ Services. Мы активно используемся и в Яндексе, и в Облаке, и уже за пределами. Облако во многом построено на нас. Инфраструктурные сервисы, которые вы видите, тоже собой представляют аналогичные облачным сервисам. Также мы open-source проект. Мы живем на GitHub. Скажем так, за последний год у нас здесь произошли изменения. Мы, как настоящий open-source проект, полностью переехали на GitHub. Живем там. У нас там активная жизнь, issues, CI и так далее. Мы, как любой open-source проект, собираем звездочки. Поэтому, если вы еще не поставили нам звездочку на GitHub, мы будем очень благодарны. Для нас это важно. Также мы активно развиваемся в сторону того, чтобы клиенты могли устанавливать YDB у себя на площадке. У нас есть для этого он-прем-продукт. Он соответствует некоторым правилам, тенденциям современным. Он находится в реестре отечественного ПО. И у нас есть поддержка через Яндекс.Клауд. Технологически платформа YDB развивается следующим образом. Сначала у нас появилось некоторое ядро. В YDB это во многом про распределенность, про ЛТП-нагрузки, про распределенные транзакции. Это первая стадия нашего развития. Потом появились очереди, топики, про которые я говорю. Потом федеративные запросы, в том числе массивно параллельная работа с S3. И в последнее время мы работали над сценарием аналитики. Это на самом деле непростая задача. Там много всего интересного происходит. В прошлом году мы представили колоночные таблицы. И вот эта тема развивается. Сегодня я вам расскажу, какие у нас изменения, новшества здесь произошли. Поэтому основная часть доклада это про YDB Data Warehouse. Data Warehouse во многом состоит из нескольких частей. Одна из них это, конечно же, колоночные таблицы. Они у нас появились в прошлом году в некотором таком бета-режиме. Колоночные таблицы позволяют вам более компактно хранить большие объемы данных, потому что они по колонке сжимаются лучше и так далее. Вот, соответственно, мы над этими колоночными таблицами работаем. У нас появились базовые операции, как Absurd Delete транзакции над ними. До этого у нас была балковая загрузка данных. Появляются такие элементы, как сжатие данных, тиринг данных, охлаждение в S3. И в работе, надеюсь, скоро будет, это масштабирование таблиц, такое бесшовное добавление новых шардов. Также вторым крайне важным элементом аналитики является движок выполнения запросов. Он у нас массивно параллельный. И, опять-таки, если говорить про внутренности технологии, у нас движок поддерживает скалярное и векторное вычисления. Скалярное, грубо говоря, вы по строчке обрабатываете запрос. Это в основном для операционной ЛТП-нагрузки. Векторный движок позволяет обрабатывать кусочки данных за счет того, что используется векторная операция процессора. Такой подход обеспечивает большую эффективность обработки этих данных. Мы автоматически определяем, какой движок в каком случае запускать, прежде всего на основе того, к каким данным запрос адресован. Что еще очень важного появляется и не было до этого, это выгрузка промежуточных данных на диск или диск пилинг. То есть, когда мы выполняем тяжелые запросы, они генерируют какое-то достаточно большое количество промежуточных данных. Эти данные могут не уменьшаться в память даже в распределенной системе, потому что памяти не хватает. В этот момент надо уметь их спилить на диск и делать так, чтобы запрос дорабатывал. Вот это та функциональность, которая также появляется. Дальше появляется суперважный элемент в IDB и любой аналитической системы. Это стоимостной оптимизатор или Cost-Based Optimizer. Как вы знаете, когда у нас запросы сложные, когда они содержат большое количество join, join-ов или соединений, порядок этих join-ов очень серьезно влияет на то, сколько данных мы перерабатываем промежуточных и, соответственно, на скорость выполнения запроса. Поэтому основная задача стоимостного оптимизатора это выбирать оптимальный порядок выполнения соединений. Вот у нас такой оптимизатор появляется. Мы для этого используем для выбора оптимального порядка join-ов алгоритм DP-Hype. Это алгоритм динамического программирования. И поправьте меня на сегодняшний момент. Это тот алгоритм, который считается лучшим в этой области. Также мы умеем выбирать алгоритм выполнения join-а, такой как GraceHashJoin или MapJoin. Это тоже функция стоимостного оптимизатора. Стоимостной оптимизатор не работает без некоторых знаний про данные, про статистику. Поэтому вместе с этим мы собираем, используем статистику для того, чтобы определять кардинальность запросов, результатов запроса и промежуточных данных. Есть, очевидно, базовая статистика – это количество строчек, их размер. И появляется конкретно колоночная статистика. Мы имплементировали алгоритм count-min-sketch, который позволяет правильно отвечать на вопрос «select count, звездочка, from table, where, predicate». Собственно, сколько данных он вернет. Это очень важно для того, чтобы оценить промежуточные данные и правильно на основе этого выбрать дальнейший план выполнения запроса, например, join. Естественно, появляется analyze table – это некоторый элемент для того, чтобы эту статистику обновлять. Также у нас есть некоторая история того, как развиваются планы запросов. Вот теперь у нас появляется подобный план запроса из рельсионных операций, достаточно привычных. Можно смотреть на план, оптимизировать его, крутить, понимать, насколько база данных сама выбрала оптимальный план выполнения запросов. На что здесь стоит обратить внимание – это на столбцы, у которых есть префикс «i» и «i». «i» – это estimated, «i» – это actual. Соответственно, можно посмотреть, насколько оптимизатор правильно предугадал значения и правильно сделал выбор. Соответственно, если выполнять этот запрос и получать статистику, можно посмотреть, насколько оптимизатор прав или ошибается. Еще одним важным элементом аналитической системы выполнения запросов является Workload Manager. Зачем эта сущность нужна? Дело в том, что аналитические запросы имеют тенденцию, собственно, сожрать все ресурсы кластера, когда они выполняются, потому что это массивно параллельное выполнение. Чем лучше мы утилизируем ресурсы, тем быстрее выполним запрос. Чтобы система в этот момент оставалась отзывчивой, появляется такая возможность, как ресурс-пулы. Можно настроить ресурс-пулы, выделить ресурсы, например, для того, чтобы гонять некоторую продакшн-нагрузку, а вот эти ресурсы выделить для того, чтобы гонять некоторую адхок-нагрузку аналитиками. Помимо ресурс-пулов, есть дополняющая функциональность ресурс-пул-классифайера. Это правило, по которым запрос уходит в тот или иной пул для выполнения этого запроса. Давайте я немножко сумморизирую преимущества технологии в IDB в контексте аналитики. Первый пункт – это горизонтальное масштабирование. Как в IDB умеет хорошо скелиться, также в этом отношении аналитика позволяет безболезненно шардировать данные. Второй момент – это эластичность. Так как слой вычислений и слой хранения в IDB разделены, можно независимо добавлять, например, дополнительные компьют-узлы для того, чтобы ваши запросы работали быстрее. Особенно это хорошо работает в облаке, которое само по себе эластично, и можно достаточно легко добавлять узлы. Что важно? Немаловажна простоимость. Все вот эти предыдущие показатели в контексте – это плюс дополнение, что у нас данные хорошо жмутся, плюс возможность охлаждать данные в Object Storage, плюс эластичные ресурсы дают некоторую экономию для пользователей, что, опять-таки, немаловажно. Также мы продолжаем работать над поддержкой диалекта Postgres. Работа непростая, поэтому она находится в режиме бета. Тем не менее, и в контексте аналитики мы сделали некоторые шаги. И теперь аналитика в IDB доступна частично через Postgres интерфейс. И, например, у нас есть на стенде демо, можно прийти посмотреть. Мы собираем дашборды на инструменте Superset, который подключается к IDB как к нативному Postgres. Соответственно, никаких дополнительных шагов делать не надо, выполняют селектики, видны результаты. Наверное, одна из основных вещей, которые нам сейчас мешают, это, к сожалению, запросы в Postgres диалекте медленнее, чем запросы на VQL. Но будем в этом направлении работать. Какие у нас планы на будущее? В облаке то, что я вам сейчас рассказываю про аналитику, сейчас под фича-флагом, появляется в декабре этого года. Мы сейчас делаем финальные оптимизации, дотюниваем и так далее. Дальше мы, конечно же, будем работать над более верхнеуровневыми вещами, такими как ELT-сценарии. Будем по-прежнему оптимизировать внутренний движок, чтобы работали мы эффективнее. Будем увеличивать дата-сеты, с которыми работаем. Мы поддерживаем тип CH, будем поддерживать тип CDS на больших объемах данных. Целимся 100 терабайт плюс. Потому что видим, что это такие дата-сеты, которые интересны нашим пользователям. На этом не заканчиваются наши апдейты. Давайте в целом поделюсь, что у нас еще интересного в IDB произошло. У нас достаточно активно развивается Query процессор. Появляются такие необходимые любой базе данных фичи, как уникальные вторичные индексы, сериал тип данных, потому что люди привыкли делать инкременты. Появляются значения столбцов по умолчанию, автоматический выбор индекса, create-table-as-select, но это вот такая больше аналитическая возможность, но тем не менее. Несколько слов про Query Service. Query Service – это дополнительный компонент, он внутренний, и фактически, как вы знаете, пользовательские приложения через наши SDK работают с IDB через gRPC API. Вот Query Service – это имплементация новая gRPC API, которая убирает множество таких старых ограничений в IDB. Например, теперь пользователям доступна единая ручка, куда можно отправлять DDL, DML, что очень удобно, в базах данных так принято, сильно проще переносить, мигрировать в свои приложения. Плюс мы убираем разные ограничения на объем и количество строк в выдаваемом результате. То есть теперь это стримовый интерфейс, где можно получать, собственно, все данные, которые вы запросили. Некоторый маст, гигиенический маст для любой баз данных. Также, что у нас интересного дальше? У нас появляется синхронная репликация между базами данных. А сейчас она прежде всего для миграции из одной в IDB-базы в другую. В будущем эти сценарии будут расширены, в том числе для того, чтобы была консистентная реплика данных в другой базе данных. Это не разовая миграция, а для того, чтобы можно было в эту базу данных ходить с дополнительными запросами. Конечно, в текущий момент, когда весь мир занимается машинным обучением, искусственным интеллектом и так далее, мы не можем оставаться в стороне, и у нас появился векторный поиск. Точный векторный поиск у нас уже есть. Его, например, использует Яндекс.Алиса. И также мы работаем над приближенным векторным поиском. Это, как всегда, когда у вас корпус векторов огромный, вам нужна большая распределенная база данных, нужно быстро искать по этим векторам приближенный ответ. Вот такой ДНК в IDB в контексте искусственного интеллекта здесь будет проявляться. Также есть дополнительная вещь, как AlterTable, AlterIndex. Это настройки индексных таблиц, CreateView. Активно работаем над документацией, которая увеличилась на 60% по объему за последний год. И упрощаем конфигурирование кластеров. У нас там появился Ansible инструмент для того, чтобы самим быстро развернуть свой кластер на любых мощностях. Есть еще один такой интересный аспект. Вот мы слышали несколько раз вопросы. Вы такие классные распределенные отказы устойчивой базы данных, чем докажете? В мире часто доказывают при помощи такого инструмента, как Jepson. Это фреймворк для того, чтобы нагрузить базу данных некоторой хитрой нагрузкой, посмотреть, как она эту нагрузку переварит, и проанализировать аномалии, проанализировать, точнее, треки запросов, и, возможно, найти или не найти там аномалии, и проверить, насколько баз данных соответствует тому, чему она пытается соответствовать, и что она заявляет. У нас, на самом деле, есть интересная история. Можно там в блоге поподробнее почитать. Мы перед очередным релизом, когда достаточно серьезно переработали ядро, решили потестировать это Jepson, чтобы понять, что у нас, правда, все хорошо. Jepson – абсолютно уникальный инструмент. Всем рекомендую. Он, правда, классный. Мы нашли там энное количество ошибок. Не зря протестировали. Наши ошибки были некоторые хитрые, редкие, и важно, что они были в тех изменениях, которые мы планировали к релизу. Мы их вовремя поймали, поправили, и теперь будем продолжать тут regression тестирование. Также мы занимаемся дальше развитием, например, веб-консоли, облачной веб-консоли, embedded UI и так далее. Много разных интересных апдейтов. Мне, например, нравятся больше всего контекстно-зависимые подсказки в редакторе запросов. Теперь автоматически подсказываются колонки таблиц, собственные имена таблиц, ну и плюс множество других вещей, связанных с шаблонами запросов, с настройками запросов и так далее. В общем, все для того, чтобы пользователям было удобнее. Кстати, про пользователей. Я бы хотел пригласить на сцену нашего основного пользователя сервиса в IDB Дмитрия Зайцева, сетевого компании Flocktory. Привет, Андрей. Привет всем. Я вам сейчас расскажу, кто мы, что мы и как нам поработается с ребятами. Мы лидер цифрового маркетинга. Ну, один из, пускай. У нас на самом деле куча всяких сервисов. Скорее всего, вы вот что-нибудь из этого видели или затнаете. Я обычно о нас рассказываю в двух историях. История один – это когда вы где-нибудь что-нибудь закупили на каком-нибудь Озоне, пускай, да, и там на… И там вам вас подцепляют еще куда-нибудь, чтобы вы там взяли какую-нибудь скидочку, акцию, купончик, что-нибудь еще. Вот это вот очень часто мы. Плюс еще очень часто мы, и, наверное, извините чуть-чуть за это, когда вы на каком-нибудь E-коме ходили, что-нибудь щелкали и ушли, а вам на следующий день идет какой-нибудь e-mail о том, что вот вам было это интересно. Может быть, все-таки сходите и купите, а то что вы. Вот это вот, опять же, очень часто мы. Тут еще чуть-чуть о нас, просто чтобы вы это сочетали. А мы пойдем к нам, как к какой-то компании SaaS. Вот. Мы очень сильно… Cloud Native, мы используем кучу сервисов в облаке. Мы очень сильно об этом всегда… Мы используем на самом деле в Янекс-облаке сервисов, наверное, 30-40. Тут вот чуть-чуть есть. У нас на входе 5K RPS. Значимая часть сервисов у нас накложим. Мы вообще очень любим этот язык. У нас также есть Kotlin, Scala, Go, Python. В общем, оно у всех так. Так, вот внутри у нас все эти реквесты растут где-то до сотни к в секунду. Это не учитывая там всякие очереди, кэши, базы. То есть это именно сервис к сервису. Вот. И как так вообще вышло, что мы стали использовать ETB? Мы достаточно долго жили на ином решении. Оно нам было не очень удобным. Каждый раз, когда мы росли значимо, нам нужно было его расширять. Скейлить – это всегда была такая работа, которая отнимает много сил у инжентенеров. Мы как-то раз решили, что, наверное, мы можем что-то с этим сделать. У нас были хотелки следующие. Быстрый кейвэлью. Либо это сервер для SaaS какое-то решение, либо это что-то, что очень легко можно отскейлить. То есть условно нажал одну кнопочку, и оно само едет. Мы хотели, чтобы оно выдерживало 30к рпс сразу, и могло расти до 60, до 70 в пике, и чтобы оно в себе умело взять вот столько данных. Мы в итоге выбрали YPB, потому что кажется, что это удобно и быстро. Мы ехали где-то год назад в ночь. У нас не все шло хорошо и гладко. Мы огребли там много разных неприятностей. Но ребята нас, можно сказать, что на руках занесли. Я вот хорошо запомнил этот кейс, что мы где-то в 4 часа ночи или в 5 отзванили СИМ. Они 20 человек сидят в офисе, и все работают над тем, чтобы у нас все вышло. Это очень хорошо, если это вот так работает. В итоге мы ехали ночь плюс на самом деле. Все очень быстро решилось. И сейчас, спустя уже год работы, я могу сказать, что этот сервис один из самых стабильных в Яндекс.Облаке. У нас с ним никаких сложностей нет. Оно обычно просто работает. За этот год у нас было к ребятам, наверное, там 2-3 обращения. Оно все решалось очень быстро. Все обновления, если вдруг нам что-нибудь надо, делались буквально там за день-два. В общем, все решается хорошо и просто. Мы настолько верим в этот сервис, что мы на его основе сейчас делаем новую штуку. Это ML Fitch Store. Он уже сейчас умеет в 10к запросов в секунду и будет расти в этом следующем году до 50. В общем-то у меня на этом все. Спасибо. Андрей, отдаю обратно. Спасибо. Все, давай. Спасибо. Будем стараться оправдать ожидания. У меня, собственно, остался последний слайд. Мы хотим быть вендором базы данных, российским вендором базы данных с человеческим лицом. Поэтому мы, конечно же, готовы помогать вам, нашим пользователям, с вопросами, с ответами на них, с тем, чтобы вы могли строить в IDB надежные, отказоустойчивые сервисы. Мы развиваем в IDB как отдельное некоторое бизнес направление. В IDB доступно в облаке, в IDB доступно он прем. Мы лицензируем эту технологию, мы поддерживаем ее, обеспечиваем коммерческую поддержку. Мы также строим партнерскую сеть с дистрибьюторами, партнерами Field Delivery Partners. И вот буквально на днях пришла новость, я рад объявить и поделиться. Мы подписали контракт на контракт дистрибьюторский с компанией Force. Force – это одна из старейших российских компаний, дистрибьютор Oracle в России. Вот теперь они будут заниматься в том числе дистрибьюцией нас. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей, за доклад. У нас тут есть много вопросов. Буду подряд зачитывать. Уже можно с Postgres мигрировать на IDB? Нужно ли это на продакшене? Почему? Ответ – да или нет. Нет. Смотрите, с Postgres, к сожалению, сложнее, чем хочется. Экспериментировать можно. Я бы пока, наверное, не запускал в продакшен. Аналитика с Postgres ближе к продакшен. Почему? Потому что… В чем как бы нюанс? Давайте в двух словах. У Postgres помимо Postgres диалекта есть безумное количество тонкостей, например, в специальных системах таблиц и так далее, из-за чего сложно обеспечить совместимость. То есть проще обеспечивать совместимость, например, на уровне селекта. Можно ли будет выполнять селект в синтезе Postgres? Скорее – да. А вот разные хитрые, мы пошли пинговать вот эту таблицу, с этим сложнее. Поэтому пока в режиме эксперимента. Следующий вопрос. Могут ли колоночные таблицы YDB заменить ClickHouse? Конечно, будут некоторые пересечения по сценариям. То есть если мы говорим про то, во что мы целимся, ну, скажем так, ClickHouse – очень быстрая система с ней. Когда нас с ней сравнивают, я считаю, что это некоторое хорошее мнение, преимущество и так далее. Мы целимся в несколько сценариев. Первое – это достаточно тяжелая аналитика, которую во многом умеет GreenPlan. И мы, в том числе, целимся в витрины данных. Это то, что умеет хорошо ClickHouse. Мы, наверное, по сравнению с ClickHouse здесь хотим брать скорее масштабируемостью, отказоустойчивостью, эластичностью. Это вот наши некоторые важные характеристики. Следующий вопрос. Расскажите подробнее о холодном хранении. Возможно ли гибридное хранение одной таблицы? Отличается ли при этом план запросов? Гибридное хранение – это так называемое охлаждение данных. Оно именно для колоночных таблиц. В колоночных таблицах обычно есть первичный ключ, который возрастает, и по нему, естественно, отсекать. До такого момента хранить в базе, или наоборот, в S3, а, соответственно, после такого – в базе. План запроса серьезно не отличается, ну, потому что обычно тот же скан низкоуровневый. Настройки такие возможны, да. Но сейчас это для колоночных таблиц. Спасибо. У нас уже время заканчивается. Вопросы, к сожалению, еще есть. Можете подойти к Андрею после и задать их. Спасибо. Буду рад кулуарно ответить.